добрый день дорогие друзья мы продолжаем с вами наше изучение торы и сегодня мы читаем недельную главу бо тора говорит что мы должны есть мясо жертву песах с опресноками и с горькой зеленью для этого мы должны найти ягнят без единого порока самца не не достигшего года из овец или из коз нужно брать это специально нужно искать животное которое действительно отвечает этим критерием это не просто внешне все должно четко совпадать внутренне мы не знаем если животное имеет какой-то порог или порезанная там губа там или что-то такое и хромое косое нет мы его не берем жертва песах не такая простая жертва она приносится не как обычно утром после обычной ежедневной жертвы она приносится послеполуденное время и желающих естественно немало принести эту жертву положено всем и приносит только в храме когда дневное приношение обычное ежедневное как можно ближе сдвигается к полудню как только возможно его совершить совершает и после этого начинают люди приносить песахи песахи приводится в храм ягнята и считуется если человек умеет сам считавать резать жертву знает законы он сам это все делает свежует ее а если нет то кого-то надо просить об этом в храме когда мы приносили эти жертвы были специальные крюки куда жертва подвешивалась и на ней она свежевалась есть ли же нет места не хватает крюков для всех пасахов мешает много то два человека становится друг напротив друга и берут шест на котором подвешивают песаха зарезанного животное и один одного на плече другой на другого и один своей правой рукой другой левой рукой свежует этого песаха помогая друг другу вот так это происходит что интересно значит крови этой жертвы нужно именно плеснуть на жертвенник для этого есть коин который выполняет данную задачу храме чит коины имеет в руках сосуды они остроугольные для того чтобы их не поставить случайно на пол и не забыть и кровь свернется да она не годится для того чтобы принести жертву и жертва не будет засчитана одни сосуды серебряные другие золотые наливается туда кровь ягненка этого и коины передают друг другу и последний кто стоит рядом жертвиком брызгает этой кровью плещет на жертвы и тогда жертва считается засчитанной это очень красиво все это смотрится в храме после этого нельзя так просто зажарить как хочешь эту жертву или сварить написано она же прожаренная на огне они сваренной в воде если нужно ее зажарить то на железном шампуре жарить ее нельзя потому что получается на не от огня будет зажарена от металла это не годится если взять деревянный шампур то тогда при нагреве дерево будет выделять сок и после и тогда она получается как бы варится тоже не годится какой из этого выход делать шампур из гранатового дерева и тогда нет сок не выделяется и это годится так пронизует тушу песоха этим шампуром и на нем жарят и тогда получается то что пишет тора прожаренная на огне мало того что прожаренная нельзя еще ломать кости этой жертвы мы не знаем причину тора не пишет костей жертву песок ломать нельзя то есть если мы хотим поесть костный мозг мы это делать не можем именно в этой жертве другие пожалуйста и почему мы можем конечно догадываться с вами допустим если мы поломаем эту кость этого песоха то тогда в ней костный мозг и тогда он получается как бы сварен внутри кости может из-за этого нам нельзя ломать костей но ответа я не знаю просто могу догадываться о чем говорит нам тора что еще интересно допустим говорят наши мудрецы а как же нам быть допустим если мы едим именно мясо кости не ломаем но у ягненка не достигшего года маленького еще сами косточки мягкие и то что в большом быке твердое это действительно это ломаешь кость то здесь ты можешь как будто это мясо эти хрящи получается еще она не не стала крепкой и мудрецы и что же делать можно ли их есть и они говорят так же как эти кости находятся в взрослом быке нельзя их есть вот так же нельзя есть и в маленьком быке невзирая на то что казалось бы это можно нет решили что так делать нельзя поэтому не едят и это мясо едят уже когда стемнело темно стало звезды вышли едят его с опресноками и с горькой с зеленью с мацой мацо тоже она непростая это необычный хлеб и он до спечь в течение 18 минут больше 18 минут получается что она превращается уже в хлеб и она не годится она будет кошерный хлеб все будет хорошо но для заповеди бесах она не годится и эту неделю семь дней других странах не в израиле это восемь дней нельзя есть нельзя есть хлеб едят только мацо вот так вот тура говорит семь дней ешьте опресноке а в другом месте тура пишет шесть не ешьте опресноке и в чем же здесь разница рабе шлома исахи был оценной памяти раши он говорит что это послабление если вы первый день обязаны есть мацо то остальные шесть дней мы это не обязаны делать нам главное не есть хамец то есть квасной хлеб в общем все виды еды которые получаются путем брожения злаковых культур мы эти семь дней мы не едим это серьезный запрет торы через него нельзя проходить сквозь пальцы это очень серьезно на обращать внимание на все и мы не пьем алкогольные изделия связанные с хлебом допустим а если это водка она изготовлена из злаков то мы ее эти семь дней не можем употреблять или это виски тоже не можем или пиво не можем а вот что касается изделий и из винограда там или из картофеля пожалуйста в эти семь дней мы можем свободно пить коньяк который написано кошер песах и и вино и сок и все это это все все в песах разрешено вот так вот естественно тот песок который мы исправляли в египте он был особенным естественно еще не было коинов не было у нас храма и конечно это было одноразовое действие которое ни с чем сравнить нельзя и тора пишет что человек который не обрезан по любой причине он не может есть жертву песах и когда начали жарить песахи люди от этого запаха не могли выдержать таким хотелось прийти эту жертву и делали обрезание чтобы выполнить эту заповедь это первая пасхальная жертва у нас была ягнята были приготовлены 10 ниссана а уже 15 ниссана мы уже их ночью ели 14 на 15 в ночь и это было не так просто это были бы готовы к выходу из египта мы подготовились и без нас через слава ваши перепоясаны посох вас в руке в вашей и вы должны готовиться выйти из египта и как только мы поели эту жертву песок все принесли мы уже у утра на расцвете у всех египтян вышли из египта мы не как вора уходили мы уходили на глазах у всех такси вышли сделал что египтяне нас очень хотели как можно быстрее выпроводить из египта потому что они понимали что всевышний их за это не простит если хоть малейшую минуту нас задержат а на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем браха парнасакова нам мазал то что мы это время не грешили всем желаю крепчайшего здоровья и за наш весь список который у меня сейчас просто с собой нет на работе будем читать чтобы все были здоровы счастливы и всех было все хорошо всем шалом до завтра надеюсь наш урок состоится как обычно в 15 часов шалом